Приветствую вас! Вот увидел, что вам уже много экспертов написало, чтобы вы свой вопрос перенесли в эзотерику, в Уолоке. И в принципе я с ними согласен, если вы хотите именно погадать, то вам это стоит сделать. То есть вам скажут, когда и так далее. Вот. Значит, с точки зрения психологии, что я хочу вам сказать. Именно с точки зрения психологии, вы говорите, что вы хотите стать матерью. И что я делаю? Вы лучше для вас это важно. Вопрос. Почему вам так важно стать матерью? Зачем вам материнство? Что вы хотите с помощью него достичь, добиться? Чего вы хотите добиться с помощью материнства? Какое значение для вас имеет именно материнство? Подумайте, пожалуйста, на эту тему, потому что это очень важный момент. Дело в том, что если вы чего-то от материнства ждете, и какой-то смысл вкладываете в него для себя, К сожалению, есть большая вероятность, что оно вам этого не даст. Потому что материнство, это наоборот, это вложение в ребенка, вложение в нового человека. Это именно вкладывание, это именно отдача, это именно посвящение себя другому человеку. И если вы чего-то ждете от него для себя, то есть большая вероятность, что вы разочаруетесь. Вы разочаруетесь в этом и просто-напросто не только не получите того, чего вот хотели бы получить, ну и вам может вполне стать еще хуже, чем, ну например, чем вот то, что вы сейчас, то как вы сейчас себя чувствуете и так далее. Чувствуете, видите, представляете. Вот. Это очень важный вопрос, который вам нужно ответить. Для себя, хотя бы. Хотя бы для того, чтобы понимать, чего вы хотите, зачем вы к этому стремитесь. Далее, значит, на вашей фотографии, где вы и ваш мужчина, я вижу у вас некоторые напряжения, я вижу у вас некоторые сомнения, некоторые неопределенности, и то, что у вас фотографии по сути дела раздельные, это тоже, что это значит, что у вас нет совместной фотографии. Значит, вопрос сразу можно ставить так, все ли у вас в порядке в отношениях. И не используете ли вы, а то, ага, или нет, это не так важно, не используете ли вы ребенка для того, чтобы решить вот эту проблему, которая у вас есть. Проблема с мужчиной. Если так, то определенно, именно проблему вам для начала нужно решать, а там уже дальше будет видно. Но не используйте ребенка для своих целей. То есть, ваш вопрос, его надо бы, вот с точки зрения психологии, его нужно несколько перефразировать. Не когда я стану матерью, а когда я буду иметь хорошее отношение с своим мужчиной, настолько, как хорошее отношение, чтобы я знал, что у меня все будет в порядке, что ребенок, которого я хотел бы от него, лишь вопрос времени. Вот. А пока у вас отношения не самые лучшие, или пока у них есть какие-то проблемы, ну, соответственно, и вопрос ребенка стоит довольно-таки помнительный. Потому-то зачем вам ребенок, если у вас есть некоторые проблемы во взаимоотношениях? Так что, вот этот момент я рекомендую вам, как следует, обдумать и уже на основании того, что вы решите, исходя из этого, то есть на основании вашего значения для вас ребенка, вы уже сможете сделать выводы о том, нужно ли вам материнство и вообще возможно ли оно, если вы сбрасываете, когда станете матерью. Если же вы напротив, допустим, хотите забеременеть, пытаетесь, но у вас не получается, и к врачам выходили, и все выясняли, и вот все равно не получается, тогда действительно речь идет о напряжении каком-то, у ваших напряжений, которое блокирует беременность. Плюс, плюс надо сказать, что, ну, вполне вероятно, что именно в этом случае вам действительно нужно обратиться к эзотерикам, которые назовут вам дату, когда вы забеременеете или хотя бы приблизительное время. Вот, вот это есть две стороны, психологическая и чисто эстерическая. И в зависимости от того, какой стороной вы интересуетесь, нужно, соответственно, еще специалиста вам выбирать. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы вам дополнительно остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, я вам буду благодарен, если делаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.